всем привет вы на канале тренер хапаев сегодня я хочу вам показать связочку которая поможет вам в развитии ваших тазобедренных суставов коленных суставов ну как диагностика как тестовый так тестовое такое связочное движение это первое мы садимся на колени против покажу то есть вы должны сесть на коленки достаточно свободно и у вас ягодицы должны быть на пятках то есть если у вас сокращены квадрицепсы если у вас напряжена прямая мышца у кокса артрозника это достаточно частое явление вот то естественно вам будет трудновато сесть на колени но кроме того что вы легко сели что достаточно часто бывает у женщин которых мышцы достаточно пластичные не забиты не загружены но вы должны еще с коленей хорошо вставать вот и вы должны понимать если вы хорошо сидите кочевники и растянуты это хорошая растяжка если вы не можете самостоятельно встать с коленей вам требуется поддержка то у вас плохо работают квадрицепсы и вот такое сейчас покажу сочетание вот смотрите вы берете резиночку жесткую нагрузка где-то 50-70 килограмм отходите белайте напряжение хорошее и прорабатываете таким способом квадрицепс прокачиваете приводите его в тонус обратите внимание что угол сгибания в колене ну абсолютно такой который вам нужен при ходьбе то есть я вас не заставляю сейчас приседать делать какие-то сложные упражнения выпады какие-то да а вы работаете год в диапазоне вашего шага то есть вот колено сгибается вот сейчас я уже говорил у самого уже мышцы забит я сейчас только что группу потренировал и работал как раз именно вот в этой связке вот я сейчас забил квадрицепс негодичная мышца включилась движение которое вряд ли вы где-то увидите еще и после того как я забил квадрицепс привел его в тонус я сажусь на колени напоминаю что у меня коксартроз второй степени на правой ноге на левой ноге у меня эндопротез после инфаркта сустава или асептического некроза который с которым я 7 лет тренировал и сам тренировался вот но всему есть как бы свой срок да кто-то через год идет на операцию кто-то через полгода после своего диагноза кто-то живет со своими диагнозами может быть большую часть жизни да потому что у меня коксартроз вот те кто невнимательно слушает у кого плохо со слухом и со зрением коксартроз 12 лет с одним и тем же диагнозом 2 степень никуда он не двигается поэтому те кто пишут что там тренировались не смогли сберечь сустав не путайте асептический некроз коксартрозом это разные заболевания и вот когда он посидели если вам комфортно сидеть вам ничего не мешает вот ягодицы хорошо сидят на пяточках вот вы можете здесь поработать немножечко бедрами и можете легко вставать то в общем-то ваши колени ваши тазобедренные суставы находятся неплохом состоянии но к сожалению так что если вы потренируетесь то во время тренировки вы придете к этому хорошему состоянию после тренировки вы будете чувствовать опять скованность движений еще раз повторю то что я показал сейчас это как раз ваша ходьба вот сгибание во время ходьбы идет вот таком диапазоне до угол сгибания вот чтобы держать свою ходьбу в тонусе чувствовать ноги жестко во время ходьбы вот такая связочка то есть сидеть в кочевнике это нужно до конца жизни постоянно растягивать квадрицепс постоянно занимаетесь вы спортом просто выходите по улице ваша прямая мышца при коксоартрозе она просто незаметно улетучивается просто ее становится не видно она становится неравочий поэтому держите ее все время натянутом напряженном состоянии в расслабленном в тонусе играйте на этих двух понятиях растяжение напряжения растяжение напряжения ну а чтобы у вас в голове путаницы не было вам проще записаться в группу я оставлю ссылку внизу напишите мне присоединяйтесь группе и тренируйтесь уже без головной боли там все ясно все объяснено надо просто делать все по порядку и потихоньку вашей голове начнут нарастать вот я вам дам скелет а вы на скелет будете свое мясо накидывать вы будете образовывать уже свою форму свои представления о том как вам надо себя вести именно с вашим заболеванием то есть я пытаюсь подтолкнуть каждого своего соратника который будет на самостоятельное решение на самостоятельные какие-то действия чтобы не было привязки чтобы не было вот этой пуповины тренер ученик да вы должны через некоторое время понять что вы сами должны делать всем спасибо хорошего настроения живем без боли обязательно увидимся